Девчонки, всем привет! Я надеюсь, у вас у всех всё хорошо, всё замечательно. Спасибо, что смотрите. Сегодня я хочу сделать видео-собиралку и болталку на определённую тему. Вот, я так села сбоку, чтобы потом прикреплять картинки продуктов, потому что сегодня хочу поговорить на тему «Жалею, что не купила». Есть такой англоязычный тег косметический, и я смотрю, что в последнее время девчонки снимают много видео о том, какие бы старые, устаревшие, как считается, или старые запуски палеток они бы хотели приобрести. И я, на самом деле, давно хотела снять подобное видео, но так как очень много идей и очень много выходит и так роликов, у меня просто всё не влезает в контент, скажем так. Но я хотела вот именно снять видео «Жалею, что не купила». Это о каких-то продуктах, которые... Ну, есть определённые сожаления, что покупка не произошла, и это не обязательно палетка. И в моём случае большинство из этих продуктов – это будут лимитированные запуски. Вот, ну, сейчас начну краситься. Мой ободок вошёл в чат. Не буду больше трогать постоянно волосы, потому что, конечно, они мешают. Так что вот, особо в кадре не будет. Так, я думала сначала сделать тон, но думаю, что видео получится... Ну, боюсь, что все продукты не влезут, если я уже буду только без глаз сидеть, так сказать. Так. Беру свою обычную, которую сейчас у меня в использовании, сыворотка от «Метеоритов», от «Герлен». Кстати, смотрите, сколько её уже мало осталось. Я думала, что я буду её брать в проект, но я думаю, что она даже до февраля не доживёт. Она очень активно уходит, когда я её использую ещё регулярно. Два нажатия у меня уходят. Эта сыворотка уже много раз говорила. Она ничего не делает. Это просто... Так, я смотрю, у меня на лице полоса. Так, секундочку. Так, немножко передвинулась. В общем, эта сыворотка от «Герлен» – это исключительно какой-то такой экспириенс с ароматом от «Герлен» и всё. По сути, больше она ничего не делает. Так, далее беру тон от «Энав». Он у меня сейчас в постоянном использовании. И я пользуюсь только им. И хочу его, в принципе, побыстрее закончить, потому что у него такой для меня зимний оттенок. Я просто боюсь, что летом я уже буду... Загорелый он мне не подойдёт. Но тут его слишком много, чтобы хранить его так долго, как целый год, там, да, до следующего ноября, когда он мне подойдёт по тону. Поэтому я сейчас на него прям налегаю. Прежде чем... Перейти к теме видео, немножко про сегодняшний день хочу вам сказать. Сегодня вторник. И такой сегодня ответственный и волнительный день. В медицинском плане, не буду вдаваться в подробности, но хочу сказать, что какие-то медицинские дела, особенно когда они выходят за рамки зубного и элементарной простуды или какого-то чекапа, конечно, в новой стране и в стране, где ты просто временный резидент, это всегда волнительно, очень сильно, независимо от того, насколько покрывает страховка все эти манипуляции, потому что, ну, всё равно и языковой барьер, и все дела. И вот я решила, сниму-ка я собиралку, поболтаю с девчонками на тему косметики, чтобы немножко как-то себя успокоить и этот день провести, так сказать, с холодной головой. Так, у меня сейчас новый консилер, это Rare Beauty. Я его уже пробовала пару раз. Он мне светловат, поэтому на какие-то участки с воспалениями... Ну, сейчас посмотрим, как он сработает. Надеюсь, он не оставит ни белых пятен на лице. Если что, я просто его сверху опять тональником перекрою, и всё. Так, что по теме видео? Вообще, немножко хотела озвучить. Жалею, что не купила. Что для меня это такое? Здесь будут продукты в моём списке, которые купить уже невозможно. То есть, это продукты, над которыми я долго думала, может быть, даже сводчила, но в итоге не решилась на покупку. И, кстати, скажу свой вывод по поводу вот этих вот всех несостоявшихся покупок. И их больше не купить. Ну, либо где-то на вторичном рынке, либо где-то не в странах, которые мне доступны. Не в тех магазинах, в тех странах, да, которые мне доступны для покупки. Вот. Поэтому какие-то... Понятное дело, что мой виш-лист достаточно широк. Он такой, скажем так, не острых желаний. Но чтобы я не отказалась попробовать, и на это, в принципе, можно тоже сделать отдельное видео. Но те продукты, которые, в общем, ещё в доступе и в наличии, я не вижу смысла перечислять в этом виш-листе, потому что при остром желании, ну, всё можно приобрести, да. А вот именно сожаление о том, что упущено, скажем так, безвозвратно, это уже другой разговор. Так, сейчас также пытаюсь всё закончить своё масло для губ, которое мне приходило. Уже буду два назад, как с Бокси Чарма. Его же надо заканчивать. Оно классное, но оно бесконечное. Ну и, как я сказала, в этом списке будут не только палетки. Поэтому давайте, наверное, начнём. Первые продукты, о которых я вот так вот подумала, пошла по категориям, да, как наносится макияж, пыталась повспоминать. Первое, что мне приходит на ум, это пудры. И я так... Наверняка таких продуктов больше, но вот то, что вот я прям помню, раз я это помню, значит, это прям мне хотелось в какой-то момент. Была у меня в хотелках пудра от Guerlain. Это были Guerlain Le Violet. Такая рассыпчатая пудра в такой круглой пудренице, скажем так. И я приложу картинку. Она достаточно объёмная. Там 20 грамм продукта. И я очень долго смотрела на эту пудру. И в итоге решила её не приобретать, потому что очень объёмная массивная упаковка. И сейчас я, откровенно говоря, жалею о том, что я её не приобрела. Потому что... Ну, на неё очень хорошие отзывы. И когда я её выбирала, да, когда я думала над покупкой, её можно было взять в Литваль по акции за 2200 рублей. Это, как сами понимаете, для пудры Guerlain, тогда там евро был 70 рублей, это типа 30 евро, это копейки. В Литвале вообще великолепные были скидки раньше на Guerlain. Вот. Сейчас эта пудра в Литваль стоит около 4000 рублей. Так мало того, что она там столько стоит, там ещё нет оттенка, который бы мне подошёл. Вот. Поэтому... Это, конечно, моё такое сожаление, потому что отзывы на эту пудру прекрасные. Продукты для лица от Guerlain я очень люблю. И, ну, как бы, было, наверное, глупо это упускать. И сейчас я даже не знаю, появится ли оттенок, который мне хочется. Вот. Поэтому это вот первое такое сожаление. Потом... Ну, давайте оговоримся сразу, что сожаление о том, что не купила, это всё-таки что-то не такое уж серьёзное, да, о чём действительно люди сожалеют, да. Это просто, ну, как бы, было такое желание, и оно не реализовано. Это всё не острые какие-то воспоминания, да. Вот. Потом второй продукт из пудр. Это пудра рассыпчатая также от Clé de Peau. Это японский бренд, как обычно, с французским флёром, потому что все японцы просто тащатся от Франции, у них какой-то незакрытый гештальт на эту тему. Очень-очень много японских марок, всегда ссылаются на французскую культуру, французский язык и так далее. И, в общем, на это Рождество у Clé de Peau выходила рассыпчатая пудра в таком дизайне с знаками зодиака, то есть там были звёздное небо. Ну, и все мы знаем, что у нас происходит, и все вот эти вот действия ужасные, и всё это, естественно, привело к тому, что большинство коллекций лимитированных недоступны в России, и поэтому я, в принципе, её не взяла. И в Турции такой Lé de Peau тоже нет. Вообще непонятной по мне причине, но его нет. Вот, поэтому эта пудра мне недоступна, мне её негде взять, и мне очень понравилась, в принципе, эта коллекция. И вот это такое сожаление, она мне кажется очень красиво. Вообще, если вы обратите внимание, в моём списке, в принципе, будет очень много продуктов, именно лимитированных в каких-то особенных упаковках. Просто потому, что моя любовь к косметике это что-то большее, чем макияж. И в отдельном видео я как-нибудь поговорю об этом, почему я люблю косметику, и почему у меня эта тяга и страсть к косметическим продуктам, она не проходит. Просто потому, что для меня это не просто накрасить лицо. То есть для меня важны все аспекты, если вот в целом говорить, и в том числе эстетическое исполнение, дизайн-упаковки, вот, и экспириенс в использовании, да, сам процесс. Вот, поэтому это вот что касается пудр, то, что я вспомнила. Сейчас я сделаю быстренько брови и вернусь к вам. Так, готово. И, наверное, знаете, обычно я делаю продукты для лица, потом наношу глаза, но, наверное, я сейчас сделаю наоборот, потому что эта палетка откуда бьюти, я ей буду пользоваться всего второй раз, и я не уверена, какой в итоге выглядит макияж, какой по тональности. Чтобы было потом все гармонично, я лучше сначала сделаю макияж глаз, а потом подберу продукты для лица. так. Поэтому беру базу, пока наношу базу, продолжим по теме видео, что у меня тут записано. Бронзеры. Из бронзеров я припомнила единственный продукт, который я хотела купить и не купила. Это бронзер от Fenty Beauty, который выходил весной, такой в упаковке мраморной, с золотыми такими разводами. Он назывался, так, у меня уже записано, тост от сферу. Это был такой запеченный бронзер, подсвечивающий, сияющий, там достаточно много, по-моему, 12 грамм. И я его не купила, потому что когда он пришел в Турцию, он стоил почти 800 лир, а курс лир тогда был 6 рублей. Ну, несложно посчитать, что этот бронзер стоил, там, я не знаю, как Том Форд, и это явно была не его адекватная цена. И я вот на него смотрела, 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 думала, что будут скидки, и в итоге его разобрали, и как это часто в Сифоре в Турции бывает, больше не привезли. Вот, это, я так понимаю, была лимитка, и вот, да, я бы хотела попробовать, я знаю, что он сияющий, именно поэтому и хотела бы, потому что я люблю все сияющее, вот, так что это вот моя нереализованная тоже покупочка, которую хотела совершить. Так, и далее у нас идут румяна. была у меня в хотелках лимитка от Диор, у них была коллекция два года назад Atelier of Dreams, и там были румяна в оттенке Holog, простите за мой английский, в оттенке Hologram, конечно же, наверное, неправильно произнесла, вот, 061, по-моему, оттенок, это такие румяна-хайлайтер с розовыми блестками на персиковой базе, и я их очень хотела, там была такая красивая гравировка вот главного модного дома Dior, и мне их очень хотелось, и потом я начала смотреть обзоры, и обзоры были, скажем так, негативные, потому что румяна не давали пигмента, не давали вот эти вот блестки, и я передумала брать, даже, по-моему, свочила их в магазине, ну да, там крупные такие розовые блестки, которые дают этот розовый шифт, и все равно вот меня этот продукт не отпускает, хотя в итоге он закончился, так, беру оттенок Rediet, буду строить им базу, это вот такие, наверное, самые главные румяна, такие, которые бы я хотела, и в итоге сейчас их реально не достать, вот, хотя вроде сам оттенок 61, он так, уходит в розовый, это вообще стандартная история от Худы, вот, вроде сам этот оттенок, он не новый, и уже где-то был, но в регулярных коллекциях я его не вижу в продаже, вот, далее мне одно время очень хотелось попробовать румяна от KVD, такой цветочком который, но они в нашей российской сифоре были очень дорогие, а потом, как только бренд KVD начал реформатировать свои упаковки, да, там, из-за смены названия, да, так сказать, вот, эти румяна быстро пропали у нас из сифоры, и мне они не достались, они сейчас продаются, их можно купить, ну, где-то не в России, не в Турции, и, соответственно, мне они сейчас недоступны, потому что в Турцию нельзя привозить косметику, это на законодательном уровне, можно попробовать ее привезти, и, может быть, сухие продукты и пропустят, а могут и не пропустить, и тогда вашу посылку просто утилизируют, ну, такое себе удовольствие, знаете, вот, вот, да, типичная худо, взяла нейтральный оттенок, ну, который должен был быть нейтральным, и в итоге макияж получается розовым, не знаю, как на камере, на камере как будто не асимметрично, но это, видимо, из-за освещения, я уже и шторы задернула, и все, но все равно вот эти тени идут, но в жизни смотрится хорошо, сейчас еще поддушу, в общем, эти румяна кэвиди мне не достались, мне очень нравится сам этот цветочек, и там очень красивые цвета, то есть есть цвет пиани, по-моему, мне он очень нравился, и хани сакл, очень бы я хотела их попробовать, но может быть когда-нибудь еще попробую, но маловероятно, скажем так, так, значит, это оттенок Редет, я даже не знаю, как теперь вот эту вот розовизну немножко сбавить, давайте попробуем оттенок Грэйтитюд, вот этот вот, и следующее, хайлайтер, хайлайтеры, на самом деле, почему-то мне пришли на ум только два, я бы очень хотела попробовать в итоге две лимитки от Герлен из серии Метеорит, которые они выпускали, это такой хайлайтер трешка, сейчас подгляжу, как он назывался, Perl Dust, там была такая огромная шайба, и в нем были палетка, такая палетка хайлайтеров, в нем было три цвета хайлайтера, мне очень нравился этот продукт, и все его хвалили на самом деле, и стоило это все недорого, потому что я говорю, до всех трагических событий, которые произошли, Герлен можно было у нас взять очень-очень выгодно, то есть этот хайлайтер тоже можно было взять, около двух с половиной тысяч рублей он стоил, и я даже в Литвале его свочила, и вот меня смутил своч в Литвале, потому что мне показалось, что эти хайлайтеры мучнистые, и я очень он меня смутил этим, потому что все хвалили, а в итоге я не знаю, в общем, то есть это реально такая у него текстура, или он просто это был тестер в магазине, который уже просто под пальцами немножко развалился, или что, ну в общем в итоге, или высох там, да, под лампами, в итоге я не взяла этот хайлайтер, и я вообще жалею о том, что поздно присмотрелась именно к всяким лимитам от Герлен, и второй хайлайтер, холографик, по-моему, он назывался, такой двойной, это хайлайтер дуа, вот, там такой рефил, фиолетово-розовый, тоже была из серии метеоритов, лимитка, и тоже вот жалею, что его в свое время не купила, на него были не очень однозначные отзывы, короче, когда я вытягиваю сильно тушевку, я просто потом беру вот такую большую кисть бочонок, которой обычно наношу повторно, господи, консилер, вот, и все подтушевываю ей, форму скругляю, потому что вытянутую форму я не люблю, я не осторожничаю, потому что ну, нужно как бы смягчить, да, все, тратить на это много времени, вот, все, вот, надеюсь, на камере это выглядит прилично, а то потом меня зашеймите, но в зеркале выглядит хорошо, так, и я бы на самом деле еще немножко углубила самую капельку этот макияж, и давайте возьмем оттенок Ора, вот, это вот что касается хайлайтеров, наверняка были еще какие-то хайлайтеры, которые я не приобрела и очень хотела, но раз я про них не вспомнила, значит, и не стоило оно того, вот, сразу закончу на том, что с другими продуктами, кроме палеток, закончим, что как-то продуктов для губ, которые я хотела попробовать, но в итоге не попробовала, и они сейчас недоступны, у меня нет, то есть таких каких-то нереализованных желаний я у себя не припомнила, что хочу сказать по поводу палетки, вот, которой крашусь, по поводу матовых оттенков, знаете, вообще формула худой, ну, как и любая формула, она вам либо нравится, либо не нравится, у людей всегда, в принципе, одни и те же к ней претензии, что у нее у матовых оттенков либо откровенно розоватый подтон, они уходят в розовые, либо там вот как в последней палетке откровенно уходят в рыжие, то есть нету чего-то такого, видимо, людям хотелось более сложного или что-то в этом роде, вообще главная моя претензия к матовым худы, что они не такие, как они в рефиле, именно поэтому, когда ты вот так вот берешь палетку на первое впечатление, немножко боязно делать макияж, потому что ты не знаешь, что ты получишь, ты можешь там в итоге зафакапиться, сделать какую-нибудь полную фигню и видео не получится, ну или получится с некрасивым макияжем, то есть нужно привыкнуть к этой палетке, узнать ее, какая она и тогда пользоваться своим удовольствием, то есть я буду знать, что вот от этого оттенка бесполезно от него ждать что-то такое, как в рефиле, это будет скорее вот такой розовый, или я буду например знать, что вот от этого оттенка бесполезно ждать такого, опять же, как в рефиле, он не даст этого цвета рыженького, вот этот цвет неплохой, вот его мы видим, получается на глазах вот такая вот тушевка, не знаю, как это на камере, мне нравится. Переходим к палеткам теней, которые можно отнести к таким, которых я жалею, что не купила, и у меня здесь на самом деле всего шесть палеток, и большинство из них да, большинство из них уже не купить. Во-первых, у Chanel была летняя коллекция из их серии Chanel Le Blanc, это была палетка 356-я, O'Fill de Fleur она называлась, и там были такие розовые оттенки теней, очень красивые были рефилы в форме цветочков, это был 20-й год, тогда я еще была не совсем искушена в тенях, и я увидела у кого-то из блогеров обзор на эту палетку, было очень такой классный макияж, полупрозрачный, какой-то такой волшебный абсолютно, и мне ее очень хотелось, и даже я списывалась с кем-то из девчонок, и мне говорили, что вот можно ее купить в Питере в бутике Chanel, и когда я поехала в Питер, как-то там все так закрутилось, у нас была всего лишь поездка из нескольких дней с семьей, в итоге я не доехала до этого бутика, и не купила эту палетку, и вот об этом я немножко жалею, мне кажется очень такая какая-то палетка с характером, скажем так, ну, то есть что-то в ней такое есть, манящее для меня до сих пор, вообще на самом деле я бы не отказалась попробовать еще что-то от Chanel, но вот пока так сильно меня ничего не привлекло, последнее, что я у них брала, и единственная моя палетка, это Chanel номер 5, посвященная годовщине аромата, Chanel номер 5, так, и еще, кстати, есть одна лимитка от Chanel, которая меня привлекала в свое время, но я ее не купила, это у них была серия черно-белая, Black and White, по-моему, она называлась, там был в белой упаковке, лимитированный, такой классный Sparkle, и я все-таки его не взяла, он продавался в L'Etoile, одно время его в L'Etoile можно было купить за какие-то копейки, и вот что-то я думала, думала, в итоге это все разобрали, вот, не стала я брать, это на самом деле был обычный серебристый такой Sparkle, но думаю, что мне бы было приятно иметь его в коллекции для уголочка глаза, для мономакияжа, но вот решила я, что он простоват, не стоит он этих денег, там он стоил, по-моему, 1200, на самом деле, можно было его взять, я не знаю, почему я не взяла, в общем, не стала, и на самом деле мне бы его хотелось приобрести. это вот что касается Chanel, у Dior, так, давайте я, наверное, буду продолжать макияж, а то я уже тут наболтала, возьму вот этот вот оттенок Blissful, хочу нанести его на все подвижное веко, так, второй палеткой, ну, однушку Chanel не считаю, второй палеткой я вспомнила палетку от Dior, у них была, ой, сыпется, 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 но ничего, у них была коллекция с птицами, там выходили две палетки с потрясающим тиснением птичьих перьев на рефилах в запеченной формуле, так сияет, обалдеть, вот я хотела себе очень сильно зеленую палетку, сейчас я посмотрю название, 459 Nightbird, очень я себе ее хотела и караулила ее в L'Etoile и в итоге ее раскупили, вот, я не успела ее взять, это было прямо расстройство, расстройство, но здесь как бы я знаю, что она очень красивая, на самом деле если бы она мне была в доступе, я бы наверное все-таки ее приобрела, вот, мне кажется она безумно красивая, мне очень нравилось макияжи, которые у девчонок с ней получаются, так, ну я немножко прибрала осыпашки, но они все равно есть, так, очень красивый цвет, сейчас я немножко его подтушую, вот этим, вот, это значит был Dior, также все остальные просто палетки, я считаю, что, ну, либо я не вспомнила, значит, и не особо-то мне до сих пор хочется, либо я до сих пор при большом желании могу их себе позволить, поэтому, ну, как бы смысл, их обсуждать, это просто мои желания, да, значит, предпоследняя палетка это Tom Ford Insolent Rose, я смотрела, мне очень понравились цвета и подборка, у меня был какой-то такой период, мне хотелось именно розовых теней, обычно у меня такое случается весной, то есть февраль, март, апрель, хочется чего-то вот прям быть вообще розовым-розовым, нежным цветочком, вот, и она где-то примерно в этот момент вроде и вышла или дошла до нас, и очень мне понравилась эта палетка, понравилась мне тем она, что там розовый спаркл, и хотела я ее очень сильно купить, но потом начала смотреть обзор, и в этих обзорах девчонки, во-первых, на некоторых девушках матовые из этой палетки смотрелись не розовыми, они смотрелись кирпичными, меня это очень сильно смутило, причем на ком-то ложились розовыми, а на ком-то кирпичными, видимо, дело было в освещении и в фильтрах, и посвочить Томфорд у меня не было возможности, потому что я жила в Новосибирске в России, и у нас Герлен, он без, ой, Господи, Герлен, у нас Томфорд, он не представлен вот так, чтобы можно было посвочить магазин, вот, и потом также обратила внимание, что тот розовый спаркл, который заявлен в палетке, он на полупрозрачной базе и не смотрится достаточно розовым, как мне хотелось, на веки, на глазах, вот, меня это смутило, к тому же у меня есть палетка White Sweat, и там есть такой розоватый спаркл, для меня тоже недостаточно розовый, то есть мне хотелось прямо розового-розового Томфорта, я поняла, что я этого не получу, и я эту палетку не купила, но сейчас я понимаю, что надо было брать, девочки, надо было брать, сейчас я ее нигде купить не могу, не вижу ее в Турции достаточно скудный ассортимент Томфорд именно на палетке теней, и про это тоже как-нибудь будет у меня видео, еще одно разговорно-болтательное с макияжем, потому что хочу обсудить вообще макияжные традиции в Турции, как я себе это вижу, и сделать такой а-ля турецкий макияж. Так, давайте добавим что-нибудь в уголочек глаза, наверное, это будет единственный оттенок, который, мне кажется, тут для уголка подходит, это оттенок Томфорд я, наверное, бы приобрела, если бы у меня была возможность в итоге, как-то меня не отпускает эта палетка, у них выходит опять лимитки вместе с их ароматом черри, там два версии аромата и две палетки выходят, не знаю, что доедет до Турции, ну, посмотрим, привлечет меня что-нибудь или нет, он очень красиво раскрывается розовеньким в уголочках глаза, я так понимаю, сделать что-то более-менее не в розовую сторону этой палеткой он практически нереально, так, собственно, вот макияж глаз, у меня осталась последняя палетка из моих хотелок нереализованных, я сейчас почищу консилером область под глазами, накрашу глаза тушью и вернусь к вам, будем делать губы и говорить про последнюю палетку, так, вот макияж глаз какой у меня получился, сейчас добавим помаду, а потом нанесу продукты для лица под образ, значит, что я хочу нанести на губы, я возьму вот такую помаду от Шарлотты, это оттенок Вединг Беллс, но мне кажется, что она темновата и рыжевата, но сейчас посмотрим, наоборот, может, к тушевке подходит, я, знаете, люблю делать, говорят, что помада должна быть, должна подходить к румянам или как-то так, или к теням, мне нравится, когда помада подходит к тушевке формы, вот, сейчас нанесу и посмотрим, если что, я нанесу свой блеск от Джеффри, чтобы немножко приглушить яркий или темный цвет, вот так Вединг Беллс легла поверх бальзама для губ, мне кажется, хорошо, ну, а последняя палетка, по которой я, не знаю, по которой я грущу, это палетка от Нарс Клаймакс в красной упаковке, была у них такая лимитка в прошлом году, и у меня была очередная волна пресыщения к макияжу, и смотрела я на эту палетку и пропустила ее, мне она нравилась, я знала, что это гамма, мне подойдет, но почему-то на тот момент, вот именно в моменте, мне казалось, что это не стоит того, что у меня и так много подобных теней, и когда она уже пропала и начала выходить много-много обзоров на нее, она уже пропала из продажи, или была не по скидке, то есть там типа в Литвале я ее видела за 3 500, уже тогда я поняла, что вообще-то я бы ее хотела, но как бы пояс немножко ушел, сейчас, я так понимаю, ее вообще нигде не купить, либо где-то на вторичном рынке, но здесь он мне тоже пока недоступен, так что вот Нарс Клаймакс, у нее обалденные цвета на осень, это вот такая, сожаление такое у меня, вот, я бы хотела себе эту палетку в коллекцию, так, это были все продукты, о которых я вспомнила, что жалею, что не купила, сейчас я, наверное, нанесу продукты для лица и сделаю какой-то логический вывод из всего этого, так, я думаю, что возьму вот эту вот палетку от Кевина Куэн, и так как у меня такой розовый прохладненький макияж, буду использовать два вот этих вот скульптора, и возможно вот эти вот румяна, а в качестве хайлайтера я планирую взять вот этот хайлайтер от Джеффри Стар в оттенке нефри, вот такого вот лавандового оттенка, и может быть в конце мы с вами используем из роз кварца желейный оттенок, он называется Love Stone, я его нанесу пальчиком на, прям на верхушечку, да, вот на этот пик и под бровь, чтобы вот так вот как-то объединить макияж, что я хочу сказать по поводу всех вот этих упущенных покупок, так сказать, если посмотреть на все эти продукты, то все они лимитка, все они лимитированы, во всех из них не последнюю роль играет оформление, и, наверное, даже оформление играет одну из центральных ролей, потому что даже вот в палетке от Chanel с рефилами, с цветочками, с точки зрения макияжа, никаких особенных оттенков нет, но мне очень важен вайб продукта, если говорить таким языком, да, и очень было важно настроение его, и вот мне нравилась эта коллекция, но я ее упустила, скажем так, то есть жалею я в основном о лимитках, которые мне какое-то настроение давали, когда я на них смотрела, и что вообще хочу сказать, как я уже говорила, именно поэтому в своем low buy в 23-м году я сделала себе оговорку, что могу что-то приобрести одно раз в месяц, чтобы у меня была какая-то возможность не чувствовать себя сильно обделенной вот этими всеми красивыми лимитками, также нужно меньше слушать блогеров девочки, серьезно, то есть большинство из этих покупок я не совершила в итоге, потому что смотрела обзоры блогеров, и именно поэтому я ни в коем случае не настаиваю на каком-то своем экспертном мнении в косметике или чем-то таком, я даже не берусь никому советовать что-либо, потому что это настолько все индивидуально и то, как на вас сядет косметика понравится она вам не понравится зависит не только от вашего цветотипа внешности но и от того какую одежду вы предпочитаете красите ли вы волосы или нет какая у вас текстура кожи какое свойство кожи какая у вас анатомия глаза или анатомия скульптуры лица это настолько все индивидуально от ваших каких-то даже элементарно вкусовых предпочтений невозможно что-то советовать можно только даже визажисты я не считаю что визажист может что-то суперэкспертно советовать потому что мы все себя воспринимаем по-разному то есть даже если визажист красит кучу лиц и знает как на них смотрится он знает как на них смотрится его глазами мы вольны в макияже делать что хотим и если нам что-то нравится невзирая на плохие обзоры это вот как с палеткой о котором я говорила в прошлом видео я сюда ее не стала включать палетка от Urban Decay Cyber это вот как с этой палеткой мне она очень нравилась и я начала слушать обзоры блогеров что она плохая что нет в ней никаких дуахромов и так далее и не купила ее не надо девочки слушать блогера точнее вы как бы слушайте и думайте своей головой это вообще наверное по жизни одна из главных истин надо было брать надо было брать то что хочется не надо если сильно что-то хочется не надо себя в этом ограничивать так что вот осталось нам нанести хайлайтер ну я наверное потом за кадром закрашу косячки еще какие-то свои консилером вот и уже тогда с вами на камеру попрощаюсь блин вот этот хайлайтер он такой огромный бесконечный просто я на самом деле им активно пользуюсь и все время набираю вот в этом месте не знаю почему есть у вас такое или нет у меня почему-то все рефилы косметические я это обратила внимание не знаю может это какое-то обсессивно компульсивное расстройство в общем неважно какой рефил теней или там хайлайтера я все время беру сверху получается с левой стороны я не знаю почему в общем я его все время набираю в одном месте и довольно часто им пользуюсь но ничего не поменялось вот как он смотрится очень носибельно меня кто-то в комментариях спрашивал ну опять же на мой взгляд очень носибельно у меня в комментариях спрашивали как вот вы носите хайлайтеры таких цветов но особенно если учесть что я не 18-летняя девчуля из эфории знаете ли вот я просто наношу по чуть-чуть вот тогда если нанести по чуть-чуть и хорошо растушевать все будет смотреться уместно все будет смотреться хорошо ну и еще как говорила я всегда после нанесения продуктов для лица беру такую большую кисть легкую этот трюк я подсмотрела у Мэл Томпсон обожаю вообще Мэл часто пересматриваю ее видео и вот она всегда так делала то есть она потом брала огромную такую кисть и тушевала на лице все продукты ничего хуже не сделаете нанесли и просто все объединили в одно получается просто красивая щека так сейчас я нанесу консилер и вернусь к вам с прощалкой так девчонки вот такой у меня получился макияж я вспомнила что еще хотела нанести вот этот вот оттенок Love Stone показать как я его использую потому что ну по большинству отзывов я поняла что девчонкам он не нравится и они считают его здесь лишним я в принципе прекрасно могла бы обойтись и без него но так как он уже здесь есть я естественно в него залезла вот такие вот это блестки отдельные на полупрозрачной базе и последний раз когда я его использовала я просто брала и вот так вот эти блестки наносила на верхнюю точку хайлайтера и верхнюю точку под бровью чуть-чуть как бы немножко объединяю вот эту зону в уголке глаза его не видно и вообще навеки можно даже не заморачиваться его не использовать и точно так же с этой стороны это такое легкое полупрозрачное со щек оно не слазит вот у меня жирная кожа и в принципе оно и на щеках держится оно видимо желе я имею ввиду ну собственно вот все макияж готов настроение поднялось вижу что наболтала там на кучу времени я надеюсь что у меня получится получится вырезать лишнее спасибо вам девчонки что поболтали со мной послушали мою болтовню что досмотрели меня до конца всем спасибо за просмотр всем отличного дня здоровья вам чтобы все у вас было хорошо всем пока пока